Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас хочу поговорить с вами о всхожести семян, потому что эта тема очень-очень актуальная. Сейчас мы все приобретаем семена, неважно в магазине или где-то выписываем в интернет-магазинах или у частных лиц. Я сейчас расскажу вам о всхожести. Все мы привыкли знать, но мы знаем, что всхожесть это способность семян к прорастанию. И многие думают, что если они купили пачку в магазине семян, здесь у нас пусть 12 или бывает 20, что они получат 20 ростков. Но это далеко не так. Я сейчас расскажу вам о нюансах. Может быть кто-то это знает, некоторые это не знают. В всхожести 100% в пакетах никогда не бывает. Но это не только в пакетах. И вот если у частных лиц, например, многие заметили, что вместо 10 семечек, вот я, например, всегда кладу 11. Почему? Всем объясняю. Это скидка на всхожесть. То есть я предполагаю, что возможно у моих семян схожесть 90%. И поверьте, вот у этих, у всех семян, какие бы красивые упаковки не были, какие бы фирмы не были известные, такие, как большие производственные объединения, почти нигде нет схожести 100%. Просто некоторые компании честно сообщают об этом, пишут на пачках, а некоторые нет. Я вот перебрала все пачки, которые новые семена нынче купила, но хочу, которые на будущий год посадить, развести. Я потом буду о них рассказывать. Ни на одной пачке нет данных о всхожести семян. Везде написан только срок реализации. Так, срок реализации написан и количество. Все. Но мне хорошо, у меня есть образец, где честные производители пишут о всхожести семян. Мне в прошлом году Рязанова Вера присылала семена приморские. Именно фирмы той, вот тут есть дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства. И есть фирма их, сейчас скажу какая, ой, блин. На Приморская овощная опытная станция ВНИИО. Это, наверное, какое-то, ну, дальневосточное. Вот у них на каждой пачке честно написано всхожесть 90%, всхожесть 70%. Я сейчас даже подойду, покажу вам. Они не вводят людей в заблуждение. Ой-ой-ой. Подождите. Погода плохая, темно. Вот видите, написано всхожесть 90%. Так, это томат. На перце и на баклажанах написано всхожесть 70%. И вот тоже всхожесть 70%. И что я хочу сказать. Это не потому, что у них плохие семена. Хуже, чем вот эти вот, которые. Просто компания, вот эта, ну, компания или фирма, как назвать. Просто она честная. И сразу говорит, что если вы посеете вот эти перцы, то из 10 штук взойдут 7. И это нормально. Для перца и для баклажанов схожесть 70-80%. Это считается нормой. Хорошей. Но почему-то, а, еще хочу сказать. Хорошо и честно, большие вот эти же фирмы, которые нам фасуют такие маленькие пакетики, они очень честно заявляют о своей схожести на тех пакетах, которые продают профессионалам. То есть фермерам, тем, кто занимается, тем, кто делает большие оптовые у них закупки. И если вы посмотрите, заинтересуетесь, зайдете, посмотрите каталог вот этой фирмы, любой, хоть Сибирский сад, хоть какой там, то там написано, ну вот когда продают килограммами, там за большие суммы, за 50, за 70 тысяч, там написано у каждого, у томата, у перца всхожесть. Я читала, 83% и 70, и 90% ни одной позиции нет со всхожестью 100%. Но почему-то никто не считает нужным и должным указать всхожесть нам, вот частникам, простым садоводам-огородникам. Никто не предупреждает нас о том, что из 10 семян зайдут всего 7 или 8. Но я вам хочу сказать, что вы должны быть к этому готовы. И отдавая деньги вот за этот пакет, где 20 семян, тут уже рассчитана стоимость не за 20, а, например, за 16 или за 18. Вы должны иметь это в виду. Вот мне присылала в прошлом году тоже Наталья Смоглякова шоша, вот этот огурец. Представьте, 80 рублей. Здесь написано 5 семян. Я в том году не стала сеять, ну уже некогда было. В этом году посею. С семенами дела обстоят еще хуже. Особенно вот эти дорогостоящие. Ну вот это очень, это неоправданно завышенная цена, 80 рублей за 5 семян. И даю вам гарантию, что 5 они не взойдут. Обычно всходят из 7 семян 5 штук, но из 5 хорошо, если взойдет 4. Вот это вот про процент всхожести. А вообще всхожесть, конечно, она делится, как подразделяется, лабораторная и полевая. То есть, если вы будете проверять всхожесть, например, своих старых семян или даже новых, которые купили, и хотите проверить. Я уже рассказывала в прошлом году, потом подробно расскажу. 10 штук замачиваем. Вот сколько взойдет, если вылезет в 9, вот этот росточек, значит 90% всхожести. Но вот эта всхожесть, она при идеальных условиях. То есть, когда влажно, когда тепло, доступ кислорода, но эта всхожесть еще может снизиться у вас. То есть, полевая будет еще намного меньше. Когда вы засыпете грунтом, когда вы ее посеете в лоток, поставите на подоконник, то если не будут соблюдены вот эти лабораторные условия, то есть температура 25 градусов, влажность какая-то определенная, чтобы было не сильно сухо, не сильно влажно. Если вы что-то немного, вот этот баланс нарушите, то взойдут даже не эти 8 семян, а возможно 6. И вы должны знать, что вот эта лабораторная, когда в идеальных условиях мы замачиваем в ватных дисках, она может быть намного выше, а в результате в земле получится намного меньше. Я читала статью, там в лаборатории проводят опыты, замачивают, ну, на дисках во влажных, в нормальной температуре и в холодильнике, где-то там, ну, не знаю сколько, 10 градусов. И вот в холодильнике семена все-таки всходят, значит, изначально у них сила природная и всхожесть была, но через несколько дней они загнивают и они погибают. Почему загнивают? Потому что они в этой во влажной среде долго лежат, это значит, если вы воды перельете в свой лоток, который на окне стоит, то они сгниют. И еще почему? Потому что там холодно, потому что проклюнуться семечко проклюнется, но в холоде оно расти не будет. И поэтому некоторые говорят, вот посеяла, а всходы через один. Ну, это то есть там нашлись какие-то вот сильно-сильно, такие сильные семена, вот очень крепкие, которые все-таки смогли преодолеть вот эти неблагоприятные условия, вот это переувлажнение или этот холод, они пробились, а остальные в земле так и сгниют. И вот поэтому, к чему я все это рассказываю? Поэтому, когда вы покупаете семена, когда вы сеете семена, вы будьте готовы, что из каждых 10 семян, возможно, взойдет 9, а может быть даже и 8. Это зависит и от всхожести лабораторной первоначальной, которая была у нас в семенах. Вот когда вы покупаете, например, здесь не указано, что она 90 или 80, но уже должно взойти тут всего 8 семян из 10. И еще добавится вот этот холод, который на подоконнике, если вы еще лишний раз польете, перельете, если еще у вас необработанный какой-то грунт, возможно, там уже какая-то черная ножка может даже на стадии прорастания семени уже его погубить. Поэтому всхожесть у нас у всех получается разная. От наших условий зависит, от качества семян, но очень-очень редко она бывает 100%. И если вы новичок, если вы только начинаете, вы не, как сказать, не перекладываете эту вину на себя, что вот у меня ничего не получается, у меня взошло мало. Это изначально заложено уже здесь в пачках, что будет мало. И это зависит еще от условий. Конечно, нужно соблюдать условия, но 100% схожести не ждите. Бывает очень редко, только у опытных огородников и очень хороших семян. До свидания. Следующий выпуск Огородной Азбуки будет в следующий понедельник. Пишите, какие темы вас интересуют, будем разговаривать.